До президентских выборов во Франции осталось меньше недели и страсти продолжают накаляться. На политическом фронте заявление становится все жестче, а ситуация с безопасностью все напряженнее. Сегодня во время рейда в Марселе задержали двоих подозреваемых, которые планировали нападение в преддверии выборов. Сейчас по всей стране усилены меры безопасности. Детальные в нашем сюжете. Полиция на улицах, перекрытые кварталы, людей практически нет. Во Франции смятение после новости о запланированных атаках перед выборами. Сегодня утром я как раз проходила мимо где-то в 10 или половину 11. Я шла к доктору на прием. И в этот момент несколько полицейских что-то кричали кому-то, потом повалили какого-то мужчину. А когда одели на него маску, я поняла, что это связано с терроризмом. Задержанных двое. Кто, они пока не сообщают. Известно, что одному 23 года, другому 29. Оба были ранее судимы и не исключено, что в тюрьме могли попасть под влияние радикальных исламистов. Полиция сегодня задержала двоих подозреваемых в ходе антитеррористического рейда. Они планировали нападение в преддверии выборов. Президентские выборы во Франции запланированы на воскресенье. И на это время, до самого волеизъявления по всей стране, усилят меры безопасности. Силы внутренних дел Франции сейчас рассредоточены по всей стране, чтобы граждане чувствовали себя защищенными. Мы будем обеспечивать безопасность также во время массовых собраний. В том числе на митингах в поддержку кандидатов. Все будет под контролем. На фоне обострившейся ситуации с безопасностью накаляются страсти на политическом фронте. Ультраправая кандидатка от национального фронта Марин Ли Пен пообещала закрыть двери для иммигрантов, пока не будут приняты новые законы, которые урегулируют легальную миграцию. Об этом она заявила в ходе своего предвыборного турне. Я хочу ввести мораторий на всю легальную иммиграцию, чтобы остановить эту безумную, неконтролируемую ситуацию, которая тянет нас вниз. Кроме того, Ли Пен продолжает пугать скорым распадом ЕС. За эти антиевропейские выпады нобелевские лауреаты по экономике выступили против ее программы. Среди подписавшихся 25 человек. Заявление лауреатов опубликовано на странице издания «Лемонт». Главный соперник Ли Пен, левоцентрист Эммануэль Макрон, напротив, обещает народу сохранить членство Франции в ЕС и при этом усилить позиции страны в европейской семье. И сегодня я беру на себя обязательства перед вами здесь. Вы, живая часть Франции, бьющееся сердце страны, мы вернем Франции оптимизм и веру в будущее. Кого выберут французы, станет известно уже 23 апреля. Согласно последним соцопросам, оба фаворита президентской гонки дышат друг другу в спину и могут выйти во второй тур практически с одинаковыми результатами. Хотя некоторые все же предрекают победу независимому Эммануэлю Макрону. Не сдается пока и Франсуа Фийон. Несмотря на череду коррупционных скандалов, по данным социологов, ему удалось удержать третью позицию. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин